Добрый день! Вы смотрите канал Рыбовод. В этом видео хочу показать новый очень интересный способ для инкубации икры. Мы берем такую сеточку, это вместо колбы вейса и вместо лотка инкубационного берем такую сеточку. Это обычная сеточка для затирания шпаклевки там на стенах и тому подобное. Вот СИК-320, ну это зернистость ее, в общем желательно чтобы вот эти ячейки были не больше пол миллиметра, но это так чисто что пришло первое на ум. Это вообще-то надо брать нержавеечную сеточку, но мы взяли в строительном магазине, в общем несколько сеточек, мы почухали их друг от друга, немножко потерли, чтобы вот это острый абразив стерся и сейчас я вам покажу новый способ как инкубировать икру. Взяли первое попавшееся средство в виде сетки, которое нам надо было для того, чтобы на ней расположить икру. Эту икру нам надо сейчас вот таким образом распределить по вот этой сеточке, чуть-чуть намокаем ее, вот даем ей расплываться, то есть она расплывается по сеточке, растягиваем ее, вот и теперь даем подсохнуть. Она сохнет где-то минуты две, пока ложим, просушиваем и еще одну такую кеточку берем. Это я увидел способ такой интересный в ютубе, решил проверить, чисто ради проверки. По идее должно работать. Ну в идеале берется нержавеечная сетка, конечно же, но в данный момент нет, под рукой взяли вот такую наждачную сетку для затирки штукатурки. В общем, пробуем. Все, ложим, высушиваем ее. Она подсыхает, прилипает за счет естественной клейкости. Эта икра приклеивается к сетке, а потом она подвешивается вертикально в воду, но я покажу. Все, выливаем в инкубатор икру, разливаем. Разливаем ее так приблизительно равномерно. Сейчас, я наберу здесь воды. Вот видно икра даже приклеивается к стенкам, стенкам этой миски. В общем, вот так вот как-то. В общем, инкубация началась. Сейчас мы еще подудаляем кое-что, вот какое-то там непонятное, что-то такое лежит. Сдалим его. Теперь вывешиваем сеточки с икрой. Иди сюда. Мы их вот так повесим, чтобы хорошо было видно на эту сторону. Очень-очень медленно опускаем. Очень-очень медленно. Там, конечно же, некоторые икринки падают в воду без резких движений. Очень медленно. Вот видно, вся икра приклеена к этой сетке. И вторая же сетка. Мы специально развернули сюда сеточкой, сюда налившей икрой на эту сторону, чтобы было хорошо за ней следить. Опять-таки, очень аккуратно, осторожно и нежно мы опускаем эту сеточку в воду. Икра приклеилась. Вот. И одиночные икринки, конечно же, падают в воду, но их мало, поэтому основная часть икры у нас находится на сетке. Вот прошло больше 12 часов, где-то часов 14, с момента закладки икры, вот эти сеточки, что висят у нас, на которых висит икра. Видно, что процентов 30 икры побелело, ну, может быть, 50. Остальная икра, прилипшая и которая провалилась ячейками с бететками, только она живая, зеленая. Видно, некоторые икринки побелели, но основная часть остается зелеными, поэтому должны быть личинки, которые при начале выклева должны шевелиться и отпадать. Вот такой простой способ. В общем, ждем выклева и посмотрим, что будет дальше. В общем, все. Ждем момента выклева. Теперь после 25 часов начнем наблюдать. Температура здесь 28 градусов, то есть 25-26, может быть, 27 часов, но выклев уже должен начаться. Вот. Сейчас будем ждать, когда оно начнет выклевываться. Ну, здесь процентов, да, не больше, не больше 50 процентов пропало. Остальная икра живая. Видно, прозрачная такая, ярко-зеленая, та, что живая, та, что белая, это отмершая. Процентов 50 живой есть. В общем, прошло где-то 25 часов с момента закладки икры на инкубации. Вот видно вот эта сеточка вертикальная, на которую мы икру приклеивали. Вот на ней видно уже икра и некоторые личинки шевелятся. То есть, все работает. На вертикальной сетке все отлично инкубируется. Вся погибшая белая икра остается здесь приклеенная. С одной стороны, это большой плюс, так как погибшая икра не падает в воду и не загрязняет. То есть, не попадает на дно аквариума. Вот видно, икринки вибрируют, отпадают. Поэтому, как бы, застать много вибрирующих личинок не получится на этой сетке, потому что с момента начала вибрации они тут же отпадают. Так само вот и на второй посмотрим в сетке. Вот она. Вот видно, некоторые личинки вибрируют. Ближе не получается приблизить, потому что расплывается изображение и теряется фокусировка. В этом аквариуме очень хорошая аэрация, поэтому здесь такой себе проток воды немаленький, и поэтому видно, что шевелится икра, ее шевелит даже потоком воды. Вот, фонариком пытаюсь поймать нормальный ракурс. Вот видно, там некоторые личинки вибрируют, шевелятся. В общем, все работает. Вот видно, как вибрирует личинка на сетке, на вертикальной. Вот, она немножко повибрирует и начинает потом отпадать и падает на дно аквариума. Попробуем приблизить. Видно, как они отпадают. Видно, хвостик, вот хвостик в центре кадра прямо. Хвостик отрывается постепенно, удлиняется. Но пока эта личинка каким-то образом, непонятным, приклеена еще какой-то частью, на каком-то волоске висит. Но вот видно, как они вибрируют. Чуть-чуть ниже свет опусти. Чуть-чуть левее светит. Вот так вот. Видно, как она немножко повибрирует и отдыхает. Опять повибрирует и отдыхает. И по мере вибрации у нее хвостик отрывается, удлиняется, удлиняется, встает больше. И когда он больше, у нее получается большая амплитуда. И тогда она отрывается уже и отпадает. Видно, вот эта зеленая оболочка, это желточный мешок. То есть в течение двух дней после выклева эта личинка еще будет питаться желточным мешком. В момент выклева у нее во рту находится перегородка. И эта перегородка рассасывается только после того, как использован в пищу желточный мешок. И тогда, когда перегородка эта уже рассасывается, она начинает искать пищу. Все, отпала личинка. Еще одна отпала, видно. То есть это на вертикальной сетке. Инкубация, видно. Все работает, все отлично. Вон, если мы опустимся на дно, посмотрим. Видно, сколько личинки уже шевелится. Видно, как блоки. Четкость изображения, конечно, оставляет желать лучшего, но хоть как-то покажу, как смогу, снимаю. Вот эта уже куча личинки отвалилась. И она вибрирует вся на дне. Ну, единично лежит икра, погибшая белого цвета. Но ее очень мало, что очень радует. Вот один из плюсов вертикального инкубирования. То есть инкубирование на вертикальной сетке. Что погибшая икра вся остается на сетке. Ну вот, уже прошло где-то 28 часов. Сначала закладки икры на инкубацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В общем, этот вариант с вертикальной сеткой вполне удачный вариант. Хочу напомнить, что не было под рукой сетки из нержавейки. Поэтому взяли первое, что попалось на глаза, это сетка для затирки из поклевки. Вот мы ее немножко почухали друг от друга. Эту сеточку об эту, чтобы не было острых краев, абразивов. И промыли и поместили икру оплодотворенную. Результат вы видите сами. Все работает. Икра инкубируется, личинки вибрируют и начинают отпадать. А погибшая икра остается на сетке. То есть, при условии, что нет нормального инкубационного волоска или колбовейца, этот вариант тоже вполне рабочий. В общем, инкубация закончилась. Как видно, осталась только погибшая икра. Вся личинка остальная, которая выклинулась, вся сошла на низ. Отвалилась и сошла. В общем, все. Этот способ работает. Его можно вполне использовать. Используйте. Пишите отзывы. Вся личинка, которая выклинулась, то есть, живая, из живых икринок, отвалилась и упала на дно. Погибшая икра осталась на сетке. То есть, она не упала на дно. Соответственно, сетку можно вытягивать и погибшей икрой удалять. То есть, икра погибшая не упала на дно и не загрязняет дно аквариума. А на дне аквариума выклинувшаяся личинка. Ну, у нас здесь еще параллельно выклил, шел в лотке инкубационном, который стоит наверху. Вот. Поэтому здесь мы просто проводили эксперимент, пробовали на вертикальной сетке. Все получилось, все работает отлично. В общем, можно его использовать, у кого нету инкубационного лотка готового. То есть, этот способ очень быстрый. Берете любую сетку с ячейкой, не более, ну, не более 0,7 мм, 0,5 мм. Можно сказать, не более миллиметра даже, да. То есть, миллиметровая сетка еще как бы пойдет. Больше уже нежелательно. Через нее будет проваливаться икра. Ну, в идеале это будет сетка с ячейкой 0,5 мм. И можно использовать ее для инкубации, вертикально погружая в воду, как на этих сетках двух. То есть, все работает, все отлично. Вся икра вылупилась, выклинулась, личинка отвалилась. Все. Способ работает. Я такой способ вполне одобряю. Поэтому, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!